Элегантный партнер проекта Один медведь совсем закон забыл Стал озорничать, мелких зверьков обижать Плакали звери, но терпели А потом принялся медведь детенышей их изводить Птичьи гнезда разорять, в норах малышей губить У мышки малютки всех раздавил, у птички-синички гнездо разорил медведь Где защиту найти? Как спасти детей от него? К таежному хозяину идти далеко, самим медведя наказать Сил маловато, думали-думали-придумали Чего бояться, говорят мышка с птичкой Нас теперь двое, хуже уже не будет Пошли они к медведю Синичка кричит ему Эй, сосед, у меня новость хорошая есть Видела я в соседней роще рой пчелиный Полетела туда, гляжу, целая колода меду до краев полная Мед на землю сочится, дай, думаю, медведю-то скажу Услыхал медведь про мед, сразу про все забыл, слюни распустил А где та колода стоит, спрашивает он у синички Мы тебя проводим, сосед, говорит ему мышь Вот пошли они Синичка дальней дорогой медведя ведет А мышь напрямик к той роще побежала с пчелами о совместном плане действий Договариваться Довела синичка медведя до рощи, показала, где колода Только он к ней подошел, а пчелы всем роем на него налетели Стали сжалить со всех сторон Заревел медведь, бросился назад Одно ему спасение в воду бросится Отсидеться в воде, пока пчелы не улетят обратно А глаза у зверя запухли Не видит, куда бежит Тут-то и вспомнил он про мышь да про синичку Кричит, что из силы Эй, соседки, где вы? Тут мы, отзывается мышь синичкой Загрызают нас пчелы, погибаем Ведите меня к воде, кричит медведь Села синичка на одно плечо медведю Скочила мышка на другое Ревет медведь А соседки ему подсказывают, куда повернуть Где бежать, а где через валежину перелезать Говорит ему синичка Река близко, сосед, прыгай в воду Да на дно садись, тут мелко Что из силы прыганул медведь? Думал, в реку прыгает А угодил в ущелье, куда его мышь да синичка заведет Или грохнулся медведь на землю Разбился Один слабый против сильного, что сделать может? Два слабых против сильного Это еще посмотреть надо, чья возьмет Этими словами заканчивается Старая венкийская сказка Сюжет ее стар как мир Вспомните, например, притчу о прутиках И венике Однако вот какой момент мне показался В северной сказке особо интересным До некоторого момента существования Медведя не было само по себе Поводом против него объединиться Проблемы у сильного зверя Начались условно тогда, когда он В своей безнаказанности Перешел некую черту В сказке это убийство птенцов и мышат Обратного хода в своем плане Синичка с мышкой А следовательно и автор этой истории Даже не предполагали Конец медведя был предрешен Сила его уже не имела никакого значения Спокойной ночи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова